В этом коротком видео речь пойдет о симптомах и признаках неисправности термостата, назначении и как ее легко проверить. Как всем известно, функционирование автомобильного двигателя внутреннего сгорания зависит от охлаждающей системы. Существуют двигатели, которые охлаждаются воздухом, но в основном двигатели внутреннего сгорания охлаждаются с помощью жидкостей, антифриз, тасоль, дистиллированная вода. А вот нормальное функционирование такой системы обеспечивает термостат. Термостат – своеобразный термоклапан, который закрывает и открывает отверстие. Термостат – это прибор для поддержания нужной температуры в двигателе. Он ускоряет прогрев мотора и поддерживает нужный тепловой режим работы. Он позволяет мотору быстро прогреться, тем самым уменьшая ее износ и вредные выхлопы. Дополнительно с помощью термостата также обеспечивается нормальное функционирование обогревательной печки. Как мы знаем, в двигателе существует контур циркуляции охладительной жидкости, то есть по трубке и отверстие, которым протягает антифриз, тасоль. Контуры циркуляции существует две – малый и большой круг. В стыке этих контуров, как обычно, располагается термостат. Когда холодный двигатель заводит, клапан термостат в это время закрыт. И охлаждающий жидкость в двигателе циркулируется по малому кругу циркуляции. Таким образом обеспечивается быстрый прогрев мотора, тем самым уменьшая ее износ и вредные выхлопы. Когда двигатель прогревается, термостат открывается и позволяет охлаждающей жидкости начать циркулироваться по большому кругу через радиатор охлаждения. А потом, как уже понятно, радиатор не дает возможность антифризу перегреться. И таким образом поддерживается нужная температура двигателя. Вот и вся суть этого устройства. Теперь поговорим о признаках и симптомах неисправности термостата. Если термостат неисправен. Первое. Двигатель очень долго прогревается до рабочей температуры. А перегревается наоборот, очень быстро. Второе. Во время движения температура двигателя опускается ниже обычного, а при остановке начинает повышаться. Третье. О том, что термостат заклинило в открытом положении и антифриз циркулируется постоянно по большому кругу, вы поймете, если, когда вы заведете мотор, нижний патрубок на радиатор сразу постепенно начинает разогреваться. Четвертое. О заклинивании термостата в закрытом положении вы поймете по закипанию двигателя. А также при закрытом термостате нижний патрубок не нагревается даже при полном прогреве двигателя. Значит, большой круг циркуляции закрыт и антифриз постоянно циркулируется по малому кругу. Есть еще один неявный признак неисправности термостата. Неработающая печка. Печка будет холодным или едва теплым. Неисправность термостата в частном случае не критична. Но если термостат заклинил и остался в закрытом положении, тогда охладительная жидкость циркулируется только по малому кругу и существует опасность перегреть двигатель при езде на перевалах или пробках, когда двигатель сильно прогревается. Вот ошибки термостата, которых может выдаст компьютерное сканирование. Если при замене термостата эти ошибки не исчезают, тогда уже нужно перепроверить статчик температуры охлаждающей жидкости. Теперь, как проверить термостат на исправность? По-простому. Заводим двигатель на холодную. Наблюдаем и проверяем одновременно на датчик температуры ОЖ и нижний подрубок радиатора. До достижения температуры примерно до 70-90 градусов нижний подрубок радиатора должен холодным, потому что исправный термостат и большой контур должен быть закрыт. А когда уже ОЖ погреется и достигнет температуру 75-90 градусов, термостат открывается. Открывается и большой контур циркуляции ОЖ. И в этот момент нижний подрубок радиатора начинает прогреваться. Температура, при которой происходит открывание термостата, зависит от модели и марки автомобиля. Диапазон довольно широк. От 75 до 90 градусов по Цельсию. Еще простой способ проверки уже снятого термостата состоит в следующем. Заливаем кастрюлю воду. Кладем туда термостат и термометр широкого диапазона. Начинаем греть воду и наблюдаем. Термостат должен открыться при достижении температуры воды около 75-90 градусов. При остывании воды термостат должен сам закрыться. Вот и все история о термостате. Сейчас хочу с вами попрощаться и просто, если видео понравится, подписаться на канал. Нажать на колокольчик и кнопку «Нравится». Пишите о вашем опыте в связи с этим термоклапаном в комментариях. Если я пропустил что-то важное, пожалуйста, дополните. Спасибо всем за внимание. И для тех, кто интересуется автомагнитолами, вы можете продолжить просмотр этого видео до конца. И для вас я приготовил обзор о самых дорогих автомагнитол, которые можно купить на Алиэкспрессе. Ссылки для покупки будут внизу в описании этого видео. Там вы найдете не только дорогие автомагнитолы, но и дешевые, и другие автотовары. Сегодня я просматривал Алиэкспресс и решил сделать короткое видео о самых дорогих автомагнитолах, которые продаются в онлайн-магазине. Самое дорогое это означает самое модное, новое, многофункциональное и качественное. Есть магнитолы, которые стоят более 600 долларов и потом постепенно цены уменьшаются. Ссылки на такие магнитолы будут внизу в описании. Ну и даже можно найти самые дешевые музыкальные плееры для вашего автомобиля. Посмотрите ради интереса и сделайте ваши выводы. Есть плеер из дисплеера, вы навигатором, есть и без, но по белой низкой цене. Также прошу подписаться на канал и поставить лайк на видео. Смотрите до конца, чтобы не пропустить какой-то интересный момент. Также рекомендую посмотреть мое видео, почему не работает интернет на телефоне. Итак, сначала сами дорогие автомагнитолы. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok